Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о восьмой главе книги пророка Иеремии. В предыдущей седьмой главе Бог говорил о том, что поскольку жители Иерусалима и иудеи не хотят исполнять волю Божью и закон Божий, а поступают вместо этого по упорству злого сердца своего, истина будет у них отнята. И хуже того, поскольку они совершают самое чудовищное, что можно себе представить, сжигают сыновей и дочерей своих, принося их в жертву в языческих катищах, вот это делает неотвратимым разрушение Иерусалима. И в восьмой главе продолжается речь об этом, и Бог говорит о том, что выбросят из могил кости царя, князей, священников, пророков, жителей Иерусалима. Все это... Вот образ его такой, что если люди живут, ну, как-то относительно по-человечески, то они заслуживают уважения, почтения, и кости их лежат непотревожными. А если вот так, если они приносят детей в жертву, совершают вот эти чудовищные гадства, тогда они не заслуживают почтения, ни они, ни их кости, ни их захоронения, а будут они... будут навозом на земле. Как вы понимаете, здесь наш с вами синодальный перевод так чуть сглаживает грубость оригинального выражения. Вот это... Тогда все эти кости, могилы, гробницы, памятники, куда приходят, там, значит, попечалятся, тогда это все навоз на земле. Если жизнь этих людей, если жизнь этого народа вот такое чудовищное насилие, когда убивают, уничтожают, гноят живых людей, тогда останки этого народа и слава этого народа будет навозом на поверхности земли. Ну, в общем, да. В общем, так и есть. И, знаете, попросту говоря, если мы считаем допустимым те потоки крови, которые были пролиты в нашей недавней истории, если мы считаем, что они чем-то там оправдываются, то мы тоже навоз на земле. И тоже никакие наши святыни никакой почтительности не заслуживают. Вот очень неприятное слово Божье. Ну, вот оно вот такое. И дальше снова Господь в некоторой поэтической форме обращается к жителям Иерусалима и говорит, скажи им, так говорит Господь, разве упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Бог, видите, говорит о том, что, ну, хорошо, упали, свернули с дороги, но ведь надо же возвращаться, надо вставать, не надо делать вид, что все хорошо, надо исправлять то, что сделано неверно. Для чего этот народ находится в упорном отступничестве, они крепко держатся обмана и не хотят обратиться? Бог говорит о том, что даже делая глупость и подлость, эти люди говорят, нет, нет, все правильно, так и надо. Ну, вот тогда гибель неизбежна. Не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я наделал. И таким образом народ мой не знает определения Господня. Таким образом, получается, что когда люди говорят, что с ними все в порядке, когда они не хотят пожалеть и раскаются в том, что они натворили, и в том, что они терпели, да, в своей жизни вокруг себя, тогда становится невозможным, чтобы Бог оставил нас жить на этом месте, становится невозможным избежать разрушения. И даже то, что вроде бы есть, вроде бы понятно, и это тоже разрушается. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь, потому что человеческая неправда и закон Божий тоже правду Божью может пересказывать так, чтобы это становилось ложью. Очень поучительная вещь, между прочим, потому что мы действительно часто пытаемся навязать Слову Божьему тот смысл, который был бы нам удобен. И о мудрецах Господь говорит, вот они отвергли Слово Господне, а в чем же заключается тогда их мудрость? И когда эти мудрецы легкомысленно говорят, мир, мир, все хорошо, все хорошо, мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзость? Нет, не стыдятся. И тогда Господь говорит, до конца оберу их, что я дал им, отойдет от них. Как будто в диалоге с этим Словом Божьим дальше некто, может быть, Еремия, а может быть, он это говорит от лица жителей Иерусалима, пишет о том, что иерусалимляне, скорее всего, это наиболее вероятное, правильное понимание. Иерусалимляне говорят, Бог определил нас на погибель за то, что мы грешили, мы ждем времени исцеления, а вместо этого ужасы. Да, действительно, да, действительно, вместо исцеления ужасы, потому что, потому что вот так Бог только что сказал, вы не хотите ничего изменить. И получается, что люди, становящиеся жертвами этих ужасов, они так и не понимают, о чем речь. И так и не понимают, а что плохого они делают, а что, собственно, неправда в их жизни, им кажется, что это Бог просто от злобности и мстительности подвергает их тем или иным репрессиям, но они не видят в этом свои вины, и поэтому это совершенно тоже трагически безысходная ситуация. И дальше по-видимому Иеремия в конце этой главы говорит о том, что когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Для Иеремии, живущего вместе с этим народом, постигающего его гибель, так же страшна и мучительно, как и для всех остальных. И сетывание продолжается здесь уже от лица Бога. Вот слышу вопль чечери народа моего, разве нет Господа на Сионе, зачем они подвигли меня на гнев своими идолами? вот это нота, которую мы сполна потом увидим в таком тексте, получившем название «Плач Иеремии». Она очень важна, потому что это тоже элемент плача, которым и Иеремия, и самое главное, Бог плачет и скорбит о том, что происходит с Иерусалимом, плачет и скорбит о том, что нет исцеления для чечери Иерусалима. Дорогие друзья, на сайте exeget.ru появилась викторина по Священному Писанию, и я очень рекомендую ее для всех тех, кто хочет углубить или актуализировать свои знания Священного Писания. Это очень интересная возможность. Иерусалима.